Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Столкнулась с такой проблемой. Мой мужчина общается со своей подругой. Для меня в отношениях общение неприемлемо, о чем я сообщил ему сразу. Но на том конце провода девушка неугомонна. Если у меня ребёнок, то она пишет моему мужчине. Сейчас общается редко, но тем не менее это и есть. Написала ей также, объяснила, что если я против, значит против. На то услышала вопроса типа, а почему? Оба пытаются доказать, что это такая другая, это норма. Хотя о своей позиции я высказал давно. Он удаляет сообщения, дабы избежать конфликта. С её стороны я понимаю, что интересно только как к другу. Оба ссылаются на возраст. Мой подрастёшь, поймёшь. Я же не могу объяснить, что дело ни в возрасте. И не в ревности. Просто для меня это не нормально. Мне 25, ему 32, подручка тоже примерно 30 дней. Как быть в такой ситуации? Неужели у меня не может быть своих определённых границ? Ну, смотрите. Как бы здесь дело, пожалуй, не в том, что у вас не может быть каких-то границ. А дело здесь в том, что вы нуждаетесь в, что называется, разрешении. То есть вам, что называется, нужно, чтобы разрешили эти границы иметь. дозволено. То есть, чтобы оба, и ваш мужчина, и его подруга согласились с тем, что вы имеете право иметь свои границы. Вот. В этом, как мне кажется, и заключается проблема. Самое всё это, посягательство на границе других людей. В том смысле, что вы ничего не можете поделать с тем, что для них это нормально. Понимаете? То есть, допустим, если я шипяю, что дружба такая между мужчиной и женщиной, то я также думаю, что и ваша позиция имеет место быть. Но почему-то вы свою позицию именно пытаетесь навязать. То есть, вы не принимаете позицию, например, своего мужчину, и после чего говорите, ну окей, ты такой, значит, нам как бы с тобой не по пути. Нет. Но с этого вы пытаетесь его поменять. Теперь дело, доказать, убедить. И вот именно то, что вы пытаетесь доказать и убедить, является проблемой. Вот. Понимаете? Потому что вы не переубедите и не докажетесь людям. Тем более того возраста, который вы описали, что они живут неправильно. Это первое. То есть, у вас есть какая-то вот некоторая внутренняя неуверенность в себе. То есть, вы это сообщили ему с тем, чтобы он обязательно изменился и сделал так, как вы хотите. Дальше. Про то, что вы пишете, что он уделяет сообщение, дабы избежать конфликта, это уже говорит про несвободу в отношениях. То есть, про подавление человека. То есть, человек подавляется вами. В данном случае. Что опять же, мотивирует на то, чтобы возвращаться к своей модели поведения. То есть, если я скрываю это от тебя, если я как-то удаляю сообщение, значит, для меня это является скорее всего чем-то запретом. А запретный плод сладок, и меня к нему, к этому запретному плоду, так скажем, тянет. Вот так это у вас по сути и получается. Дальше. Следующий момент. Вы говорите, что с ее стороны я понимаю, что интересны только как другу. Это уже перенос. То есть, вы приписываете здесь человеку свои определенные догадки. которые у вас уже есть. То есть, в силу того, что для вас такое общение неприемлемо, и в силу того, что вы в таком общении видите для себя. Ну вот, что-то негативное вы говорите о том, что у этой девушки интерес к вашему парню, к вашему мужчине. Как вы выражаетесь, именно вот, не только как другу. И вывод вы такой делаете исключительно потому, что у вас такие представления, у вас у самой такие представления о подобных отношениях. Понимаете, да? Как это работает? Как это работает? Я надеюсь, что, я надеюсь, что понимаете, как это работает. Вот. Собственно говоря, с переносом, в данном случае, и нужно работать, чтобы вы увидели, что это ваша позиция. Чтобы вы увидели, что это ваше мнение. Это ваше мнение. Это ваше видение. Это не обязательно видение мужчины. То есть, мужчина, мужчина, на самом деле, может считать и думать так, как он говорит. Даже при том, что, ну вот, например, на мой взгляд, да, на мой взгляд, есть, конечно, что-то обесценивающее в том, что вам говорят, например, подрастешь, поймешь. То есть, это как-то больше свидетельствует о том, что к вам, вот, к вам, в целом, к вам, ну, высказывается такое вот, своего рода пренебрежение. К сожалению, вот, и ничего хорошего в этом нет для вас, потому что это означает только то, что вы себя вот как-то, ну, обесцениваете. В этом, ну, в этом вопросе. Вы себя как-то вот принижаете в этом вопросе. Позволяете человеку это делать. И то, что к вам так относятся, то, что вам так говорят, ну, это, конечно, является отражением того, что вы в себе не уверены до конца. Дальше. Вы говорите, что это не про ревну. Извините, но я бы с вами не согласился здесь. На мой взгляд, это про ревну. Знаете. Другой вопрос делать не в том, что ревность плохо. Ревновать, как бы, ну, нормально. На мой взгляд. Вопрос в том, что вы хотите с этим делать. То есть, если вы хотите перестать ревновать, это одно. А если вы считаете, что все в порядке, это другое. Но если вы считаете, что все в порядке, вам нужно признать и что с вашим мужчиной все в порядке. Который просто действует так, как он считает нужным. Точно так же, как вы действуете так, как вы считаете нужным. А на данный момент получается так, что, как вы считаете, это правильно, как он считает, это неправильно. То есть, вот это вот желание переубедить, да, это вот из тревожности, из неуверенности, из страха, вот. Простекает оно из чувства недостаточной ценности своей, вот. Ну и, возможно, каких-то еще моментов, на которые вам можно будет обратить внимание, когда и если с вами состоится беседа. Вот. Пока можно столько предполагать и, честно говоря, предполагать я не люблю. Поэтому, вот, ну, в данном случае, говорю, вот как, как бы, ну, исключительно из того, что есть. То есть, вот, что есть на данный момент, вот, ну, из информации, которую вы предоставили, то я, собственно, и говорю. Такие дела. Поэтому, смотрите. Смотрите. То есть, эээ, ваш вопрос, вопрос, именно вопрос, он звучит, вот как раз, вот, ваш вопрос, он звучит, как то, что вы наставитесь в разрешении. И можете, только это ваша ответственность, никого больше, ничья больше. Ну вот. Такие дела. Если считаете, что действуете в рамках своих ценностей, супер. Человек тоже действует в рамках своих ценностей. И если вы допускаете, что подобная позиция связана с некоторыми вашими внутренними конфликтами, с этим нужно разбираться, смотреть, исследовать и корректировать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует. Продолжение следует...